С последствиями атлантического циклона Эльзы белорусы разбирались не один месяц. Если в городе порядок навели быстро, то в лесу пришлось потрудиться. Пострадало каждое третье дерево. И вот снова погода разыгралась не на шутку. На смену январскому урагану пришел майский. Накануне ветер сорвал крыши, ломал билборды и выбивал окна. Порывы достигли 31 метра в секунду. Не обошла стороной стихии Бобруйск. Жителям пришлось наблюдать непривычное природное явление – пылевую бурю. Она поднялась прямо перед тем, как пошел дождь. Затем гнев небес обрушился на город. Выпало 7 миллиметров, а это больше половины декадной нормы. Технику вывели незамедлительно. Наурицкого бушующая стихия вырвала дерево и повалила его на проезжую часть. Дорогу перекрыли. Сейчас здесь работают специалисты. Службы были на готове, поэтому все серьезные неполадки устранили в течение дня. На восстановление электроснабжения в Бобруйске выезжали всего 10 раз. А вот в районе ситуация оказалась более напряженная. Порядка 70 заявок. Плюс отключались и воздушные линии. Очень большие порывы, падение деревьев. Есть сломанные опоры. Работает 8 бригад. Задействовано порядка 15 единиц техники. То есть верст персонала находится на устранении аварийной ситуации. На нескольких улицах города образовались небольшие подтопления. С таким потоком воды не справлялись даже ливневки. По официальным данным, в Бобруйске пострадал один легковой автомобиль. Без работы не остались и спасатели. Но уборку поваленных деревьев выезжали больше 20 раз. Также оказывали помощь гражданам в демонтаже рамы балконной и деревянной, которая находилась в аварийном состоянии в одном из пятиэтажных домов по улице 50 лет в ЛКСМ. В стране без света остались полторы тысячи населенных пунктов. Были задержаны поезда. На счету беспощадной стихии оказались и жизни. В Минске на женщину упало дерево. Она скончалась на месте. Подобная ситуация произошла и в Солигорске. Ветреная погода прогнозируется на выходные и на всю следующую неделю. Благо синоптики такие безумные сюрпризы от природы больше не предрекают.